В этом выпуске завершаю теорию. И речь пойдет о том, насколько вправе мы доверять табличным темпам биений, вычисленным по теории идеальной струны. Если взять и замерить расположение частот частичных тонов в реальной струне, то мы увидим, что они всегда отклоняются от натурального ряда частот, вот тех 2F, 3F, 4F, 5F и так далее. Это называется негармоничностью струн. Если мы могли бы взять идеальные струны, настроить их в строгом соответствии с равномерно темперированным строем, как на этой таблице, и могли бы затем скачком добавить ту негармоничность, которая свойственна реальным струнам, то это существенно бы повлияло на темп биения в интервалах. Вот тут я при помощи программы TuneLab обмерил все 6 струн своей гитары и для сравнения те же ноты моего пианино. Тут мелковато, я вообще в цвете делал эти картинки. Но вот это первая струна, вторая струна, третья, четвертая, пятая, шестая. Все верхние кривые относятся к пианино, а нижняя – это гитара. Ну, так получилось, что они ниже. Здесь по оси Х – это порядковый номер частичного тона, а по оси У – отклонение в центрах частоты этого тона от натуральной сетки частот. Идеальная струна в таких координатах совпадала бы с горизонтальной осью. А вот реальные струны ведут себя следующим образом. Отклонение увеличивается в целом пропорционально квадрату порядкового номера частичного тона. Вот так это выглядит. Параболы такие. Квадратичная форма зависимости теоретически была предсказана для жесткой струны еще лордом Релеем в конце XIX века в его труде «Теория звука». И сейчас с развитием электроники, в общем, этот характер подтверждается. Численной мерой негармоничности служит коэффициент негармоничности B. Его выражают в том числе в центах. Он определяет крутизну этой параболы. Коэффициент, на который домножается вот этот N квадрат. При фиксированной частоте настройки струны, то есть вот в пределах одной и той же ноты, чем короче струна, чем она толще, и чем из более упругого, то есть менее эластичного материала она сделана, тем больше будет ее негармоничность. Глядя на все эти шесть картинок, можно сказать, что верхние струны гитары в несколько раз, может даже на порядок, более гармоничны, чем соответствующие струны фортепиано. Ну, это потому, что они у гитары тоньше. К басовым струнам сюда ситуация, видите, выравнивается постепенно. Я думаю, из-за того, что в мензуре фортепиано длина струн при движении в бас продолжает увеличиваться, а у гитары нет. Негармоничность зависит от длины струны аж в четвертой степени. Также можно заметить, что некоторые ее частичные тоны отклоняются от квадратичной функции. Ну, вот, например, вот этот ниже ушел, этот чуть повыше, вот, сильно выскочил. Вот здесь три подряд отклоняются наверх. Вот здесь провалился один по частоте. Считается, что таким образом проявляют себя избирательные по частоте свойства деки. Инертные свойства, упругие свойства, те особенности, с которыми взаимодействуют струны. Известно, что негармоничность систематически сжимает звучание интервалов, потому что в интервале совпадающие частичные тоны на нижней струне высят обычно всегда сильнее, чем те же совпадающие частичные тоны в верхней струне. Здесь не забываем о том, что порядок совпадающего тона, вот, например, в терции, нижней струны всегда больше, чем порядок совпадающего тона в верхней струне. А вот из-за квадратичной зависимости нижняя струна, как правило, своими абертонами высит, и интервал звучит суженным из-за этого. Однако в процессе слуховой настройки, качественной настройки, мы эти явления компенсируем. В том числе за счет того, что делаем акустически чистые октавы. Удобно рассмотреть это, например, двойной октавы между первой и шестой струной. Если эту октаву настроить по таблице для основного тона нижней и верхней струны, соответственно 82,4 Гц для нижней, 329,6 Гц для верхней, а это собственно то, на что ориентирован гитарный тюнер, то мы обязательно услышим октаву с биениями. Биения пойдут от того, что четвертый частичный тон шестой струны, вот в соответствии, например, с реальными замерами, вот он, да, он будет высить на 3 цента и не совпадет в октаве с основным тоном верхней струны. Неточность 3 цента звучания октавы заметить несложно. Кстати, показания гитарных тюнеров на нижней струне вообще очень сильно колбасит, как правило, там сплошная дерготня, и каким там числам в итоге верить непонятно. Думаю, я не один такой, кто это замечал, но в то же время при работе с октавой на слух все там звучит вполне спокойно. Постепенно выводишь эту октаву на нулевые биения и готово дело, никаких проблем. Настраивая октаву по биениям, мы в итоге на десятые доли герца понижаем основной тон вот этой шестой струны, и октава начинает звучать гармонично. Вот этот завышенный четвертый частичный тон тоже понижается, и совпадение мы получаем. в октаве. Внутри выстроенной по слуху октавы некоторое расширение по основному тону получают все другие, более мелкие интервалы. Из практики настройки фортепиано даже на сильно негармоничных инструментах при чистых октавах кварты и квинты оказываются с темпом биений близким к теоретическим. На фортепиано достоверное уменьшение темпа биений по сравнению с теоретическими обнаруживается в большой терции и большой сексте. Однако верхние тонкие струны гитары вот эти три в несколько раз более гармоничны, чем соответствующие струны у фортепиано. Видите, какая разница в числах. В 20 раз тут где-то в 6 раз в 8-9 раз. А это как раз те струны, где мы будем темперировать большую терцию и большую сексту. Поэтому в случае гитары настройка большой сексты и большой терции ну и кварты заодно вот этой с теоретическим темпом биений для этих интервалов вполне законно. И отдельно еще пройдусь по 6-й струне на самой низкой инструменте, поэтому ее основной тон вообще не участвует в гармонических сочетаниях, не образует пульсации в интервалах и аккордах с другими струнами. Второй частичный тон и более высокий участвует, а вот основной тон нет. Стало быть, последнее, на что стоит обращать внимание при настройке инструмента, так это на положение основного тонна 6-й струны. Тем более, что это положение и так с трудом дается тюнеру. А вывод такой, что уши опять в приоритете. Ну что, теперь вы всячески подкованы на бумаге. Извините, что так уж затянул, но это все было сделано ради того, чтобы снять лишние вопросы, почему на практике я буду действовать именно так, а не иначе. Ну и пора переходить к самому интересному, к самой настройке. Давайте посмотрим, пока, пока. Продолжение следует...